Пассивная кампания идет полным ходом. В регионе сложились благоприятные климатические условия, в республике ожидают высокую рожайность. Воплощение милосердия и неустанной заботы на протяжении 40 лет. 12 мая в России отметили Международный день медицинской сестры. На одном дыхании в Национальной библиотеке провели творческий вечер в честь 155-летия народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского. Юбилей в ритме спортивного духа. Волейбольный турнир среди юных любителей зрелищной игры провели в честь столетия газеты «Черкес Хэко». Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева Черкесия». С вами Дарья Тензит. В этом году в Карачаевой Черкесии ожидают урожайность выше, чем в прошлом, сообщают в Минсельхозе республики. Полным ходом идет посевная кампания. Уже засеяно более 40% планируемых площадей зерновыми и зернобобовыми культурами – кукурузой, сахарной свеклой и картофелем. В регионе сложились благоприятные климатические условия, благодаря чему ожидается более высокая урожайность. А зимы засеяны на площади 15 тысяч гектаров. Кукуруза – основная зерновая культура, возделываемая в регионе. В этом году площадь посевов под эту культуру составит 73,5 тысячи гектаров. Под подсолнечник и сахарную свеклу – порядка 5300 гектаров. Накануне 12 мая был Международный день медицинской сестры. Основал профессию Петр I. Он подписал указ о назначении монахинь в госпитале, после чего женщины добровольно вступали в ряды сестер милосердия. Однако императрица Екатерина II указ отменила и только после. Врач Михаил Пальцев в 1860 году попросил власти создать штаб медсестер в помощь хирургам. Через несколько лет эта профессия появилась в каждом военном госпитале, а позже во всех больницах и поликлиниках. Свою жизнь этой благородной профессии посвятила и Замира Богатырева. Аладинаева подробнее. 40 лет Замира Богатырева работает медицинской сестрой. То, что я свою жизнь посвящу медицине, стало ясно давно. Еще будучи ребенком, свои первые шаги я сделала в больнице, рассказывает Замира Азри Талиевна. В детстве мама мне все время рассказывала, когда мне был готик, папа попал в аварию, и она меня взяла с собой в больницу. А брат с бабушкой уехали в Красный Октябрь. И вот я там научилась ходить, и попала там, говорит, я ходила со всеми, знакомилась. Вот это было, видимо, предначертано, чтобы мне стать медиком. В 80-м году школу закончила, и у меня проблем не было, куда идти, потому что у меня и сестра, и брат уже учились там, в училище, раньше училище было. И я поступила, отучилась два года. Замира Богатырева сразу после окончания медицинского колледжа, тогда училище, в 1983 году начала работать в травматологическом отделении больницы в Карачаевске. И с тех пор она верна выбранной профессии и медицинскому учреждению. Первые свои трудовые смены сейчас вспоминает с улыбкой. Меня сразу приняли в травматологию старшей медсестрой. Ну, это, наверное, было мне как-то легче, бумажная работа. И один день у нас медсестра Зоя Хусеевна, сейчас она старше работает, она говорит, Замирочка, сколько будешь бегать? Давай, возьми шприц и делай мне укол. Говорю, Зоя, я боюсь, не бойся. И она набрала мне шприц, и я сделала венный укол. Не боюсь теперь. Вот 40 лет проработала. Сколько венок, сколько капельниц, я уже не помню, не перечесть. У нас очень дружный и профессиональный коллектив, говорит Замира Богатырева. Коллектив мой, я вообще не смогу описать никакими словами. Я без этого коллектива не смогу, потому что они все очень грамотные, умные, трудолюбивые, очень отзывчивые девочки все. Медицинская сестра – профессия для чутких, смелых, гуманных, милосердных людей. Очень страшные больные были. Я когда боялась, я врачу инструмент вот так подавала, несмотря туда. А было тогда желание, вот когда становилось вот так страшно, хотелось уйти с работы? Ой, ни разу не было у меня такого, чтобы уйти не было. Я почему-то не думала об этом, потому что я люблю свою профессию. По стопам матери пошла и дочь Джамиля. Я ей говорила, Джамиля, не надо в медицину. Она говорит, мама, нет, я тоже пойду, но я, говорит, буду доктором. И она пошла в институт, отучилась. Ординатору прошла в Москве, в Склифосовском. Сейчас она работает там в Москве кардиологом. А сын военный, контрактник. Труд медсестры – это борьба за здоровье человека и нет на земле профессии, более необходимой людям, несущие социальную благородную миссию помогать пациенту справиться с недугом и обрести надежду и силы вернуться в обычную жизнь. Алла Динаева, Михаил Каракелян, Вести, Карачева, Черкесия. Живой поэт – огромная сила. Эти слова, адресованные творчеству народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского. Мероприятие состоялось в рамках его 155-летия. Провели и организовали встречу в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Гостям рассказали о жизни и творчестве Сулеймана Стальского. Подробности у Альбины Ламковой. Соловей – одно из самых популярных стихотворений народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского. Его творчество считается главным литературным отражением народной жизни кавказских народов на рубеже 19-20 веков. Является основоположником поэзии на лезгинском языке. Показывает, как доброта души и искренность помогают даже самому скромному человеку обрести признание, коснуться своим творчеством сердец самых разных людей. Но свою поэтическую деятельность Сулейман Стальский начал со стихов на азербайджанском языке. Надо сказать, что творческий вечер поэта прошел в сотрудничестве с представительством правительства Республики Дагестан. Приняли участие в мероприятии представители творческой интеллигенции Республики. Сулейман Стальский использует в своем стихосложении необычную подачу, говорят те, кто знакомится с его творчеством. Очень интересное стихосложение. Я не знаю, с чем это связано. То ли это с переводчиками связано, то ли с тем, что он так писал. Мы подобрали, конечно, стихи, но было бы просто интересно, что у него каждый раз упоминают Сулейман Стальский. Или вот вы уже говорили, что у него строчки повторяются интересно. Работники библиотеки предоставили всем уникальную возможность послушать аудиозапись выступления Сулеймана Стальского на Первом всесоюзном съезде писателей. Он состоялся в 1934 году. Я стараюсь приемлемой мамы на славный день, в том, в том, в том, в том, в том. На творческий вечер народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского была приглашена и молодежь. Интересно было слушать его родной язык. Лизгинский. Декларировала его Элина Вагидова. Стихотворение серьезное. Его смысл заложен уже в названии. Без дела не разговаривай. Сулейман Стальский был поэтом от Бога. Горячо любил родной Дагестан, страстно откликался на все события, происходящие на его родине. Поэзия Стальского современно и звучит актуальной в наши дни. Его мудрые жизненные прозорливые стихи будут звучать к месту и в наше время. Изначально по российскому паспорту Сулейман Стальский носил фамилию Гасанбеков. Но во всех своих произведениях вместо официальной фамилии использовал название своего лизгинского рода Сихила Стал. Творческий вечер народного поэта Дагестана прошел на одном дыхании, подарив участникам восторженное настроение и вдохновение. На встрече была возможность не только познакомиться с творчеством Сулеймана Стальского, но и проникнуться в культуру Дагестана. Празднование 100-летнего юбилейного года одного из главных печатных изданий Республики, газеты «Черкес Хэку», началось в ритме спортивного духа. Волейбольный турнир юных любителей зрелищной игры в честь любимой газеты стал подарком от лица спортивного сообщества Хабесского района. Прошелся ли презент по вкусу работникам пера и бумаги, узнавала Фатима Даурова. Спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса «Хат» в Ауле Хабес стал местом встречи шести волейбольных команд, представляющих родные пенаты. Образовательные учреждения Аула Валибердуковский, Зиюка, Бавука, Малый Зеленчук, Псаучедахе и Хабес. В руках капитанов команд дощечки с надписями, символизирующими название печатного издания в разные периоды его становления. Такой тонкий знак внимания пришелся особенно по душе виновникам торжества – коллективу газеты «Черкесхак». За эти сто лет газета несколько раз меняла свое название. И эти команды сегодня вышли именно со старыми названиями, которые раньше носила наша газета. Это было очень приятно. С приветственными словами к участникам турнира обратились представители районной администрации и самой газеты – ветераны спорта, которые рассказали молодому поколению об истории национальной газеты, о важности тех задач, которые она выполняет в вопросах развития и сохранения родного языка, традиции и культуры черкесского народа. Что для нас важно, здесь участвует именно молодое поколение, которое, на наш взгляд, действительно дальше должно знать и продвигать историю своего и народа, историю своей газеты, единственной газеты, которая выходит на черкесском языке на территории Карачаева Черкесии, единственного государственного издания, которое сохраняет язык и культуру нашего народа. И вот наступило время для захватывающих и зрелищных партий. Волевая игра, требующая от волейболистов не только индивидуального, но и командного подхода к самому процессу. В некоторых местах равное по силе, в других напряженное, сменяющее лидеров из-за допущенных ошибок или дающее возможность догнать вперед идущих по счету. Все зависит от профессионализма и, конечно же, удачи, ведь ее никто не отменял. Уровнем развития волейбола на данный момент в Хабецком районе гордятся как ветераны спорта, так и любители активной игры. У нас в Хабецком районе волейбол развивается в ногу со временем, можно так сказать. У нас где-то по району занимаются 250 человек, занимаются на любительском уровне. Это очень радует. Девочки и мальчики всегда в хорошей физической форме. Я очень рад. Вот сегодня молодые ребята играют. Они сейчас школьного возраста, но в будущем они будущие волейболисты. Еще, конечно, им расти и расти. Но молодцы. Вот те тренера, которые работают с ними. Вот в Беслине есть тренер. Раньше не было по волейболу. Есть в Малом Женчуке, есть в Хабезе, есть в Алибердуковске. Я очень рад этому. Волейболисты из Хабеза продемонстрировали впечатляющие прыжки и удары, которые с сочетанием с волей к победе обеспечили им первое место турнира. На втором оказались их соперники из Аула Алибердуковский. Третью позицию заняла команда из Бавука. Все участники турнира были награждены кубками, медалями и грамотами в честь векового юбилея родной газеты. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево, Черкесия. Отметила свой юбилей известный поэт-прозаик, переводчик, составитель русско-абазинского словаря, член Союза писателей Российской Федерации, народный писатель КЧР Лариса Шибзухова. Сегодня талантливый литератор, гость нашей студии. С ней встретилась наш корреспондент Белла Джазаева. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.